Иностранная делегация прибыла в Приморье с наблюдательной миссией на время проведения выборов президента России. Наблюдатели-эксперты посетят избирательные участки, ознакомятся с работой избирательных комиссий, процедурой проведения голосования в Российской Федерации и гарантиями его открытости и гласности. У нас были представители Аргентины, представители Коста-Рики. На самом деле встреча весьма интересно пришла, я очень надеюсь на то, что она пришла, очень интересно. Но для нас наблюдатели составляющая такая необходимая для любого избирательного процесса, потому что присутствие наблюдателя, оно как бы придает легитимность этому процессу. Он говорит о том, что мы готовы делиться информацией, мы готовы показывать, как мы работаем, мы готовы показывать все процедуры, которые существуют в избирательном процессе. Но когда эти наблюдатели еще и международные, нам интересно в стране, потому что не только... Мы рассказываем что-то новое людям, с чем они до этого не сталкивались, предположим, потому что системы в мире существуют совершенно разнообразные, избирательные. А с другой стороны, мы получаем и от них какие-то новые сведения, они делятся с нами своим опытом. Это всегда очень полезно, по-моему, для обеих сторон. Члены иностранной делегации смогли задать вопросы главе регионального избиркома. Гости особенно интересовались правами наблюдателей, процедурой голосования и подсчета голосов, а также голосованием в зоне специальной военной операции. Во-первых, мы больше углубились в функционирование избирательного процесса. Во-вторых, мы посетили участки, где пройдут голосования, и убедились, что все проходит правильно, а также помогали с разными процессами. Я очень рад, что нам дали такой опыт, научили и показали разные факты, которых мы не знали, потому что Россия – это не только Москва. Быть здесь, так далеко от столицы, на Дальнем Востоке, и видеть, как люди живут, как заинтересованы в голосовании и функционировании их прав. Для меня, как и для других экспертов, это удовольствие и удача. Отметим, в крае созданы все условия, чтобы выборы главы государства были открытыми и законными. Важнейшим инструментом для выполнения поставленной задачи является независимый контроль. Поэтому на каждом участке голосования с 15 по 17 марта будут работать общественные наблюдатели – всего более трех тысяч человек. Диана Иванова, Новости на восьмом. Во время выборов любой гражданин.